Боже милости, будь ко мне грешным. Ты создал меня, Господи, ты и помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешник. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувимы, и достойную большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Но, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, силой честного, жертвуящего креста и святого ангела моего Хранителя, и всех ради святых помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. 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 Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 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 Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припойдем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалон 55 Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня Нападаю всякий день, теснит меня Враги мои всякий день ищут поглотить меня Ибо много восстающих на меня, о, Всевышний Когда я в страхе у тебя, я уповаю В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои Все помышления их обо мне назло Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами Чтобы уловить душу мою Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе не зложи, Боже, народы У тебя исчислены мои испытания Положи слезы мои в сосуд у тебя Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе Из этого я узнаю, что Бог за меня В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его На Бога уповаю, не боюсь Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты тебе Тебе воздам хвалы Ибо ты избавил душу мою от смерти Да и ноги мои от преткновения Чтобы я ходил перед лицом Божьим во свете живых Помилуй меня, Боже, помилуй меня Ибо на тебя уповает душа моя И в тени крыл твоих я укроюсь Да коли не пройдут беды Воззову к Богу Всевышнему Богу благодетельствующему мне Он пошлет с небес и спасет меня Пострами ты ищущего поглотить меня Пошлет Бог милость свою и истину свою Душа моя среди львов Я лежу среди дышащих пламенем Среди сынов человеческих У которых зубы, копья и стрелы И у которых язык, острый меч Будь превознесен выше небес, Боже И над всей землей да будет слава Твоя Приготовили сеть ногам моим Душа моя поникла Выкопали передо мною яму И сами упали в нее Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое Буду петь и славить Воспрянь слава моя Воспрянь псалтырь и гусли Я встану рано Буду славить тебя, Господи, между народами Буду воспевать тебя среди племен Ибо до небес велика милость Твоя И до облаков истина Твоя Будь превознесен выше небес Божия И над всей землею да будет слава Твоя Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие Беззаконие составляете в сердце Кладете на весы Злодеяния рук ваших на земле С самого рождения отступили Несчастивые От утробу матери заблуждаются Говоря ложь Яд у них Как яд змеи Как глухого аспида, который затыкает уши свои И не слышит голоса заклинателя Самого искусного в заклинаниях Боже, сокруши зубы их В устах их Разбей, Господи, челюсть и льво Да исчезнут, как вода протекающая Когда напрягут стрелы Пусть они будут, как переломленные Да исчезнут, как распускающаяся улитка Да не видят солнца, как выкидыш женщины Прежде нежели котлы ваши ощутят Горящий терн И свежая, и обгоревшая Да разнесет вихрь Возрадуется праведник Когда увидит отмщение Омоет стопы свои в крови нечестивого И скажет человек Подлинно Есть плод праведнику И так есть Бог Судящий на земле Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, Ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, И пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждения, Открыть мой недостойного уста, И восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи Приношу Тебе песни, спаси, И, преподая к стопам Твоим, Взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, Но сжаться надо мной, добровольно развявшийся. Скоро подними меня, Беспечно лежащего, И спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного Пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий. И спаси меня. Владыка, человеколюбчий, Встав после сна, Я спешу к Тебе, И по милостерии Твоим принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, Помоги мне всегда И во всем, И избавь меня от всякого зла в мире, И от дьявольского искушения. И спаси меня, И вели в Царство Твое вечное, Ибо Ты мой Творец, И источник, И податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, И я возношу Тебе хвалу, Ныне и всегда, И во веки веков. Аминь. Господи, По обильной Твоей благости, И по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу, И в прошедшее время этой ночи, Провести без напасти И всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, Удостой мне присветить Твоей истины С просвещенным сердцем, И исполнять Твою волю, Ныне и всегда, И во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель Божьих сил, Беспотных и всякой плоти, На высотах небесных живущий, Озирающий долу земли, Наблюдающий сердца и повыслов, И ясноведающий тайны человеческие, Безначальный, вечный и неизменный свет, Который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, Прими моления наши, Которые мы в настоящее время, Надеясь на обилие сострадания Твоего, Творим Тебе из нечистых уст, И прости нам прегрешения наши, Совершенные нами делом, Словом и мыслью, Вольной и невольной. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью Прожить всю ночь здешней земной жизни, В ожидании наступления светлого и славного дня, Второго пришествия, Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Когда общий судья придется славой воздать каждому по делам Его, Да найдет он нас нележащими и сонными, Но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, И готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы Его, Где непрестанные голоса торжествующих И невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, И Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный влюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, Не дай возможности злому демонам починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, И выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, И если я чем согрешил в прошедшую ночь, Защити меня в настоящий день, И сохрани меня от всякого искушения вражеского, Чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, Чтобы он утвердил меня в страхе своем, И соделал меня рабом, достойным своей истины, милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя, Богородица, Святыми Твоими и всесильними мольбами, Отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, Уныния, забвения, неразумия, нерадения, И все скверные лукавые хурные помышления От несчастного моего сердца, От помраченного мамы его. И погаси пламень страстей моих, Ибо я нищий слав. Избавь меня От многих губительных воспоминаний и намерений, И освободи от всякого злого воздействия, Ибо Ты благословенна от всех родов, И Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники, Божие, Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Екатерина, Елена, Наталья, Сергей, Ибо мы усердно к Вам прибегаем, Как скорым помощником, Молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, Благословен Ты между женами, И благословен площадь чрева Твоего, Ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, И благослови принадлежащих Тебе, Помогая православным христианам побеждать врагов, И сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою, Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного Игнатия, Батюшку Иакима, Родители моих, Братьев и сестер, Родственников, Начальников, Благодетелей, И всем ближних моих, И друзей, И всех православных христиан, Подаем Твои земные небесные блага, Не лиши их милости Твоих, Посети их, укрепи, И силой Твоей даруй им здравия, Спаси мне души, Ибо Ты благо и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, Души усопших рабов Твоих, Родители моих, Родственников, Благодетелей, И всех православных христиан, Прости им все грехи вольные и невольные, Даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христи души рабов Твоих, Братцев, Отцов и братьев наших, Там, где нет ни болезни, Ни печали, Ни душевных страданий, Но жизнь бесконечна. Воистину достойно Прославляй Тебя, Как Богородица, И всегда блаженную, Пренепорочную Матерь, Нашего Бога. Мы величаем Тебя, Как истинно Богородицу, Родившую без болезни, Бога Слово, Достойную большей постичности, Чем Херувима, И несравненно славнейшую, Нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну И Святому Духу, И ныне, и всегда, И во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Молит ради Пречистой Твоей Матери, Преподобных Богоносных Отцов наших И всех святых, Помилуй нас. Аминь. 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 Боже, наш милостивый Небесный Отец, Помилуй детей наших, За которых мы смиренно молим Тебя И которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру. Научи их благоговеть пред Тобой И удостой их крепко любить Тебя, Нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, Чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи им благочестиво, Добрительно жить, Быть добрыми христианами, Полезными людьми. Дай им здравия, душевное, телесное, успех, труда. И избавь их от хитрых кознедьялов, От многочисленных соблазнов, От скверных страстей И от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. И помоли Твоего Пречистой Матери И всех святых, Приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, Чтобы они вместе со всеми праведными Всегда благодарили Тебя Средизородным Твоим Сыном И животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи, Боже наш, Возри на детей наших И не спошли на них Духа Премудрости, Разума и Благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, Чтобы они скоро уразумели И усвоили изучаемые ими предметы И употребили их на благо Твоей Церкви, На пользу ближним И во свое спасение, Потому что Ты источник Премудрости И Тебе слава возносим Всегда на ней приятно И во веки веков. Аминь. Аминь. Продолжайте. Спасибо, Господи, Милая Отца, Духовного родителя и сродника, Благодетель митрополита Илариона, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Ирея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Засима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра Деодора, Митрополита Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и надо еще священник, если угодно тебе, смири власть и воинство их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, и вразуми их издавать добрые законы, дабы ли дали достойно жить людям, чтобы было еще уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них, косни сердце, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованное тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Сохрани нас и в этот день от всякого греха и зла, и непосильных искушений. Защити жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира и брати, болящую Людмилу, застави любовь Владимира. Алексея и Иосифа, прищи добрые жители с детьми, любящими и знающими уставы твои, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту и Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Рюктину. И побуди всех на проповедь Евангелия. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Рустика. И даруй истинную Христову веру, Тимуру, Русомире. Боже слави Екатерину, Екатерину, Галину. И нас помилуй, Милости Твоя ради. Возри на угрозы врагов И разруши их злые замыслы, Дабы они не вредили делу Божию. И в судный день не помяни их безумия, Жалься над ними, Господи. Благослови, благодетели наши, Всей жизни и будущее, Елену, Людмилу, Благослови. И обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Эдуардову. Все на шаростоно. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, путешествующих, Раиса, Судьба Виктора. И от пьянства избави Павла Михаила Андрея, Владимира, Александра, Найди его, Господи Игоря. И нас помилуй, Милости Твоей я ради. Посети болящих, Дай силу перенести страдания. И пошли мы с селения, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Алептину, Людмилу, Татьяну, Татьяну, Нину. Господи, пошли мы с селения, Глаза, если угодно Тебе. Благодарю Тебя за здоровье и за болезни, Господи Божий наш, за друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе. Милости Твоей, Господи, полна земля. Аллилуйя. Сохрани наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пуди, и трудящихся. Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава, Господи, благослови тех, кто позволяет нам там быть. И закрой их уши на злословие не слышали о наших сокровищах. Сделай их свободными. Помоги, Владыка, и все устрои, как Тебе угодно. Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Хвала Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава, Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви Вселенской, как на истину. Аллилуйя. Благослови нас, Владыка. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога, Спаси нас с молитвами своими. Господи, воздай вечности всем добром, помогавшим нам совершить миссионерское путешествие. Виктора, Николая, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Сергея, Людмилу Надежду. Благослови, Господи, и посеянное нами дадас обильные плоды по Твоему благоволению и благодати Твоей. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешем. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет хранил Ты, защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, притейший Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, житель в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном, что было еще уделять нуждающимся. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастор словесных овец, моли Бога о нас. Заступись, Никола, помоги сохранить наше сокровище. Молите Бога о нас. И ты, пороки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрих и пророк, Михей, Аврам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы выше навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да дарут Господь нам жажду исследовать Священное Писание и жить по нему, ибо они свидетельствуют о тебе. Помоги, Господи! Молите Бога о нас, святые мужчники, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликапс, Минский, Устин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, заукрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста и дару и веру Анфиму, Вениамину и страши родителей за такое воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, и Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замосте ретиков разруши и развеи в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискилла, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание, Целомудрие и стыдливость женам и девам и сохрани их от всяческого поругания и справь не вкакоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Светлана, Людмилы и Анны и прими нашу молитву воздеяния рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини нашу молитву со всеми святыми молящимися Тебе на небе и на земле, Господь, Бог наш, Всевышний Создатель, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий Господа нашего Иисуса Христа и пролитой крови Его, прими наши молитвы и исполни их о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Иисуса Христа, . Аминь Путаницы не будет Подрихтуй маленько Все сделано, все хорошо у тебя Ну я в вечерних подрихтовал А в утренних что-то руки не дошли Сделаю, хорошо Ну ты не дописал там Ибо твое и старство Я же говорил об этом Я говорю, я в вечерних молитвах Подрихтовал, в вечерних А в этих что-то не дошло Зачем эти слова-то говоришь Вот это самооправдание, оно ничего не дает Ну зачем, сказали сразу сделал Вот это привычка, это я все думаю как-то Где написано не делай, ты считаешь делай Где говорится делай, ты добавляешь не Ну это уже Не один не два раза-то, ну помолись об этом Уже идут Которые насчитывают у меня и говорят Вы лучше не насчитывайте Или считайте правильно Замещания-то на меня идут Ну как это, приятно ли слышать Вот мы У меня такое неприятное С этим С Ютубом Сейчас сообщают, я даже не знал Недавно Без предупреждения Закрыли несколько миллионников Непонятно что за миллионники Ну не Не подписчиков Очевидно Просмотров У меня тоже 46 Дальше Украина сообщила мне Везде беспокоиться Эту неделю-то я выставить не могу Как бы заблокировали И пишут Даже Никита Колесников Я думал вы умерли Знают что для меня Чтобы я не писал День не вышел в эфир Это невозможно Связывается с самой жизнью Это О многом говорит И теперь Как связаться с администрацией Привязались К ролику Который Насчитан был О евреях О их 176 вопросов Которые я отвечал В многолюдных собраниях В университетах Они до конца И не дослушали Не посмотрели Я не могу Говорить Неправду Говорю А теперь я говорю Как надо поступать Правильно Это они даже Не досчитали И вчера мне Сбросили один ролик Мой В ютубе же Семь лет назад Так вы это Им ролик покажите Где я десятки раз говорю Чтоб не злословили Народ Божий евреев Как мы можем ему помогать в спасении Вот сатана именно туда За нами следят непрерывно Ни один, ни два тысячи людей Может быть миллион демонов У меня близкие люди Через которых я пытаюсь С ними связаться И говорю Когда будет составлен текст На меня выйдите Сегодня утром узнаю Уже один вылез И это слал то Что не надо отсылать То что может не польза Только вред Почему? Нигде никогда его не видно А тут он может активность проявить Я не выхожу Себе не доверяю Как это может было так? Нас четверо Четыре человека Всех предупредил Текст составить И посылать туда На меня сначала выйдите Я посмотрю Взял уже отправил Я попутно хочу рассказать Маленький рассказик В войну жили очень бедно И мало кто вернулся с фронта Живут старик со старухой Но они еще не старые Сатарик-то это трудно назвать Они на поле работали И в это время Когда они были Там ничего не было Бедно живут-то К ним кто-то пришел в дом Видно, что два чемодана Надутые И этот человек Залез На пищу или что-ли Или где-то на кровать В другой комнате И лег спать И они глянули И оба согласились Этими чемоданами Надо завладеть Но рука не поднимается И она Женщина Послала Своего мужа К соседям Самогонки взять Чтобы выпить И покончить дело Он пошел и говорит Дайте самогона нам Будем гнать Вам отдадим Да какой вам самогон На всю деревню Один человек вернулся Ваш сын весь в орденах Единственный человек Вернулся-то Вы сами начинаете Варить Что вся деревня Могла отдыхать-то Он идет домой Бежит со всех ног А она Баба-то его Стоит уже в синях С кровавым топором Не надо Я уже Закончила Чемоданы наши Он упал без памяти Войну прошел Берлин захватил И погиб От жадности Своей матери И вот здесь Точно так же Не успеешь сказать Уже оттяпали голову Надо молиться Чтобы Бог Открыл глаза А то священник Лгал на меня Десять лет А я не знал Оказывается Ты руки поднимал Ты видел Что ложь Я проповедую Обрезание Когда я проповедовал Где И он Теперь Да я не знал Ну ты не знал Ну Дух Божий знал Ты же руки поднимал В алтаре И тебе Бог не открыл Ты не имеешь связи С Богом Ты чужой Может не одно Таинства у тебя не было Я не знал А Бог где Поэтому в молитве Надо знать ответ Я сказал сразу Раз противоречие Не надо этого делать Говорю по делу Отошел Так Я вам пустя Долго Буду Все готово Я вчера Пусть Не могу Иthank you Мне Полят С Я сейчас Я Я Думаю С Я Не могу Позвали У меня Все Рот Еще Благодаря Бога Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Объединение», том 15, вопрос 3027. «Если кто-то из ваших не согласен на объединение с Московской Патриархией в том виде, как предполагается на принципах ставропегиальности вашей епархии, прямого подчинения Патриарху, то что они предлагают взамен?» Отвечает Игнатий Тихонович Алабкин. Этого еще никто не выразил словами. Допустим, епископ подчиняется решению своего синода. «А мы не пойдем на то, то мы лишимся епископа. Что дальше? К кому прислониться?» Но мы до конца так и не заглянули в возможности, какие нам даст это пресловутое объединение. А вот когда мы согласимся на первых порах, а они начнут нам руки выкручивать, запрещать проповедь о Христе, тогда мы будем конкретно молиться об избавлении из вавилонского пленения от злого мучительства. Сейчас мы будем наобум предпринимать упреждающие шаги без малейшего прогляда. Считаю это лишним пока. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Евангелие Атаана, 14, 6. По деревенской уличной дороге шли маленький мальчик лет 4-5 и его мама. Рядом с ними шел еще кто-то из взрослых. Взрослые разговаривали о делах житейских. У одних корова отелилась, у других сдохла. Мальчик слушал и пытался представить, как это сдохло. В его маленькой голове возник образ сдохшей коровы, и он подумал, что ведь и люди умирают. А что потом? Может, мама знает? Мама, скажи, вот я еще маленький и хожу в садик, а потом подрасту, пойду в школу, после школы пойду в армию, потом женюсь, потом состарюсь и умру. А что потом? Сынок, рано тебе еще об этом думать. Не забивай голову, чем попало. Мальчик не получил ответа на свой вопрос, но сам вопрос не забыл. Так начинались мои духовные искания. За всю сознательную жизнь меня интересовал ответ на вопрос. Зачем мы живем? В чем состоит цель моей жизни? Понятия о Боге, о вере у меня не было. Никто с детства не прививал моей душе страх Божий. В школьные годы поиск смысла жизни как бы приостановился. Учеба в школе, увлечение чтением книг, в основном научной фантастики, общение с друзьями отнимало все мое свободное время. После начала перестройки в стране по телевидению стали транслировать мультсериал «Суперкнига». Меня он как-то не коснулся, возможно, из-за вольного обращения со священным писанием. А может, было просто не время. Мой же двоюродный брат решил выписать «Суперкнигу». Как оказалось впоследствии, это было Евангелие. Думая, достаточно просто получить ответы на свои вопросы, я решил почитать эту книгу. Но буквально несколько прочитанных страниц дали мне понять, что так просто я на свои вопросы ответы не получу. И я увидел, что даже имея достаточно хорошую память, в моей голове ничего из прочитанного не задержалось. Евангелие пришлось отложить. Через какое-то время и сам брат попытался доказать существование Бога, но аргументы его были очень слабы. Он доказывал, что, цитата, «существует какая-то сила». Меня существование какой-то силы не удовлетворило, а просьба привести более убедительные доказательства привела моего оппонента в тупик. Так продолжалось до 10 класса. Этот учебный год стал для моей жизни поворотным. Стал годом начала более интенсивного и основательного поиска смысла жизни. В этот год умер наш одноклассник. Молодой и здоровый парень. Звали его, как меня, Александром. Причиной смерти стал неверный диагноз. Парню лечили почки, взяли пункцию спинного мозга, причем сделали это неудачно, и у Саши отнялись ноги. А оказалось, что заболел он воспалением легких и умер от отека легких. Так это было на самом деле или нет, не знаю. Вначале, после того, когда мне сказали о смерти, я не поверил. Настолько мне казалось смерть далекой и какой-то нереальной, что не верилось, что кто-то из нас, молодых и здоровых парней и девушек, может умереть. Но как только я увидел, что все, что говорят о смерти, правда, тут-то моя душа и заметалась. Хотелось узнать, почему, почему люди умирают, почему умирают не старые и больные, а еще вчера молодые и сильные. Зачем все это? Зачем человек жил, если он и пожить-то толком не успел? С этими вопросами я пошел в библиотеку, надеясь в ней получить ответы на все мои вопросы. Но ответов я там не нашел. После смерти одноклассника я приходил из школы, делал уроки и весь оставшийся вечер размышлял о смысле жизни. Зачем я живу? Родители пытались узнать, все ли у меня нормально, ничего не случилось. В этот же год мне попалась книга «Третий глаз» о тибетском монахе, написанная от первого лица тибетским ламой, в которой подробно описывался быт и жизнь тибетских монахов. Меня поразило все, что в ней написано. После этой книги я задался целью изучить всю философскую литературу, надеясь через нее познать истину. К тому времени, как все это произошло, я узнал со слов своего отца, что у Алексея, моего дяди, поехала крыша, что он отпустил бороду и чуть ли не в попы подался. Я не поверил этому и на рассказ отца ответил. А может, дядя Алексей искренне, по-настоящему уверовал? Никто меня не поддержал, но и не опроверг. Родственники же ахали и вздыхали, мол, как же так? Раньше лечил людей, а теперь крыша поехала. Я же подумал, раз дядя Алексей, изучавший раньше практически все философские системы религии, стал верующим и изменил свои взгляды, может, он что-то приобрел. А может быть, и мне пойти тем же путем, что и он. Начать изучать философию, религию. Может быть, если дядя ошибся в своем выборе, у меня получится переубедить его. Приняв такое решение, я начал изучать философию. В 11 классе в одном из деревенских магазинов мне в руки попала книга Блаватской «Тайная доктрина». В предисловии я узнал, что якобы в этой книге открываются тайные учения, что, прочитав эти книги, можно «познать» истину. Но благо, что я учился уже последний год в школе, да и книга написана тяжелым языком. Прочитав несколько десятков страниц, я отложил книгу, думая, что вернусь к ее изучению позже, когда сдам выпускные экзамены и поступлю в институт. Благополучно, закончив школу, я направился в июле 1994 года в Барнаул поступать в институт. К тому времени я уже решил, на какую специальность и в какой институт буду поступать. Мой выбор пал на Алтайский государственный технический университет. «Приехав в город, я первым делом пошел к дяде Алексею на работу. С непонятным еще тогда мне замиранием сердца я ждал разговора с дядей. Очень мне хотелось поговорить с ним и получить ответ на вопрос, что есть истина, окончательно сформулировавшаяся к тому времени у меня в голове. Я не подозревал тогда, насколько может быть простым ответ на этот вопрос, который задавал себе и другим ни один философ. И дядя Алексей начал мне рассказывать о вере, о смысле жизни, о своих исканиях, как он искал Бога. Он рассказывал разные житейские истории своей жизни, жизни своих людей, рассказывал о том, как одни его друзья попадали в больницу после смертельной опасности, другие умирали без покаяния, так и не примирившись с Богом. Однажды он сводил меня в дом к верующим глухонемым, где собирались на просмотр фильма «Глаз вопиющего в пустыне» или «Второе крещение Руси». «Верующие люди, члены одной общины, братья и сестры, как называл их дядя». Мне тогда было непонятно, как это чужие для друга люди и вдруг братья и сестры. Для меня так это и осталось непонятным, пока я не принял крещение. Мы засиживали из дома у дяди до позднего вечера, разговаривая обо всем. Разумом я понимал, о чем мне говорилось, но принять я никак не мог. Разум отказывался принимать все, что я слышал о вере, о Боге. Я видел, что вместить всего сказанного не могу своим маленьким плотским умишкам, а так надеялся, что умом можно все понять. Я просматривал свою прошлую жизнь, видел ее никчемность и пустоту, но и принять на веру, принять сердцем благую весть о Христе я просто не мог и не умел. Я понял, что разум мой бесполезен в вопросах веры. Может, это произошло по чьим-то молитвам, не знаю, но я решил больше полагаться на сердце в вопросе веры, нежели на разум. Впоследствии я узнал, что Господь сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим». Матфея 22, 37. «Вначале возлюбить сердцем, а потом душою, а уже потом и разумом». Прошло немного времени, и мне нужно было на время возвратиться к себе домой в деревню. А на свой главный вопрос я ответа так и не получил. «Собравшись с духом, я спросил дядю, «Дядя, Леша, скажи, что есть истина?» И я тут же получил от него ответ. «Христос сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14, 6. «Так просто, я был поражен быстротой и ясностью ответа на извечный вопрос. После этого последнего разговора я поехал к себе домой в деревню. Я понял, что мне остается либо принять, либо отвергнуть ответ Алексея. Я решил принять. И я помню, как уже в автобусе я обратился ко Христос со словами, «Господи, я верю, что Ты – та истина, которую я искал. Помоги мне в этом пути, помоги мне обрести Тебя». Дома меня ждало первое испытание. Я попросил маму не готовить мне мясного, а просто поджарить картошки на подсолнечном масле, так как была пятница. Мама сразу в пику мне ответила, «Что, и ты туда же, куда и Алексей?» Потом был разговор с родителями о том, что я стал верующим человеком, что я верю во Христа, что теперь не могу делать некоторые вещи, например, в постные дни вкушать скоромную пищу, а только растительную. С трудом мне тогда удалось успокоить маму. Правда, спокойствие это было временное. Потом еще года три мама бунтовала против того, что я стал верующим. В начале сентября я снова поехал в Барнаул. Теперь уже надолго. Мы снова стали общаться с дядей, и Господь через Алексея стал научать меня и начаткам веры. Я стал узнавать о молитве и понимать, что молитва – это как разговор между любящими друг друга людьми, а не просто вычитка молитвословий. Я стал узнавать о православии. Евангелие я начал читать еще после первой поездки в Барнаул, и, к моему удивлению, мне было все понятно. Моя душа ничего не отвергала из написанного в Слове Божьем. Оставался открытым только один вопрос. Я никак не мог назвать никого из верующих людей братом или сестрой. У меня просто не поворачивался язык на это. В октябре мы с Алексеем стали посещать занятия по изучению Библии, которые проводил Лапкин Игнатий Тихонович. И с этого времени мне стала еще более открываться православная вера, учение Христа и Сам Христос. Я узнал о том, как страшно умереть некрещенным. Узнал еще в больших подробностях о муках ада и убоялся, как бы и мне не оказаться в аду, как бы мне не умереть некрещенным. С этих дней одной из моих постоянных молитв стали слова «Господи, помоги принять крещение, доведи до него, не оставь без Твоей помощи душу мою грешную». К тому времени, как начались занятия, стал я посещать и храм, Покровский собор вместе с дядей. А после начала занятий я уже стал видеть и всю общину. После одной из вечерних служб к нам с Алексеем подошел Игнатий Тихонович с вопросом «Заявление-то на крещение я подал? Если нет, то подавай». На следующем занятии по изучению Библии я подал заявление на крещение. Моими поручителями стал ли Женя Подстрешный и Загуляев Алексей. И уже в следующем году, 9 июля 1995 года, Господь сподобил меня принять крещение полным троекратным погружением в озере. Крестил меня батюшка Иоаким Лапкин. Сразу после крещения Господь развеял и последние мои недоумения. Я почувствовал, насколько родными мне стали все члены общины, что они стали для меня действительно братьями и сестрами. Еще я понял, что с крещением мой путь спасения души только начался, что где бы я ни был, меня ждут и испытания. Увидел я, что и поселок Потеряевка, где мы получили крещение, не является какой-то шамбалой, что испытания ждут людей и здесь. С Божьей помощью начало пути было положено. Осталось только исполнить слова апостола Павла. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотения, и действия по своему благоволению». Филиппийцам 2.12 С тех пор прошло уже почти 11 лет. Все эти годы я нахожусь в крестовозвиженской общине. «Искал ли я общение с братьями и сестрами?» «Пожалуй, нет. Я желал всем сердцем обрести истину, а братьев даровал Господь по своему слову». И Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной». Евангелие от Марка 10, 29-30. От этого ценность нашего братства нисколько не умаляется, а даже наоборот. Это дар Божий, и ценить его нужно, как любой из талантов, которые дает Господь. На нас лежит ответственность, храним ли мы это братство во Христе. И разделить нас может только отступление от Христа, попрание Его истины, попрание Его заповедей. И такое вполне может произойти на фоне объединения с московской патриархией. Сегодня уже ни для кого не секрет, что основана московская патриархия на лжи, клевете и отступлении от Христа. Для них Христос не нужен. В сердце московской патриархии царит что угодно, но только не Христос, как свидетельствуют сами члены московской патриархии, зачастую бывшие, которые не благодаря московской патриархии, а вопреки ей сохранили веру во Христа. И мы спокойно идем на компромиссный путь единения с этой организацией, даже рассуждаем о том, что с самого на нашей церкви будут возноситься поминания патриарха Алексия II в той или иной форме. И в этом ничего нет. Боюсь, что такое единение послужит для многих соблазном и преткновением, и наоборот, закроет дверь проповеди, а не отворит, как думают некоторые. Вспоминаются случаи со старцем Елеазаром, которого склонялись есть и дала жертвенное, чего не должно было делать. Но он, утвердившись в доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости, и достигнутой им славной седины и благочестивого из детства воспитания, а более всего святого и Богом данного законоположения, соответственно, сему отвечал и сказал, «Немедленно предать смерти, ибо недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что девяностолетний Елеазар перешел в язычество, и сами вследствие моего лицемерия ради краткой и ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость. Если в настоящее время я избавлюсь мучения от людей, но не избегну десницы всемогущего ни всей жизни, ни по смерти. Посему, мужественно расставаясь теперь с жизнью, я сам являюсь достойным старости, а юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы. Сказав это, он тотчас пошел на мучение». Вторая Маковейская, 6, 23-28. Московская патриархия образована по указке Сталина. Благодаря митрополиту Сергию Строгородскому в русской православной церкви произошел раскол. Причем устроителем раскола стал сам митрополит Сергий. Вот что пишет святой новомученик митрополит Петроградский Иосиф Петровых, к слову сказать, так и не канонизированный московской патриархией. Мы не даем церкви в жертву и распутству предателям и гнусным политиканам и агентам безбожия и разрушения. И этим протестам не сами откалываемся от нее, а их откалываем от себя и дерзновенно говорим. Не только не выходили, не выходим и никогда не выйдем из недр истинной православной церкви, а врагами ее, предателями и убийцами считаем тех, кто не с нами и не за нас, а против нас. Не мы уходим в раскол, не подчиняясь митрополиту Сергию, а вы, ему послушные, идете за ним в пропасть церковного осуждения. Сегодняшние епископы московской патриархии также не думают каяться в грехе Роскова. Деяния митрополита Сергия не осуждены. Напротив, Сергию планируется поставить памятник в городе Арзамасе. Проект памятника уже утвержден. Как бы нам соглашательством с объединением не оскорбить Духа Святого? А так как московская патриархия не отринулась от мира, а даже наоборот, слилась с ним в одно целое, апостол Иаков нас ясно предупреждает, и так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас» Иакова 4, 4, 5. Думаю, это может произойти. И в этом случае нам просто не устоять в истине. Проповедовать же о Христе можно в любом случае, при любых обстоятельствах, в тюрьме и на свободе, и уж тем более не сливаясь с московской патриархией. Диакон и программист Александр Сергеевич Загуляев. Телефон 31, 13, 47. Проповедение Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 17, вопрос 3133. «Какие материалы о соединении московской патриархии с русской православной церковью за границей настораживают или вызывают улыбку более всего?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Если говорить про смех, то только сквозь слезы. Когда читаешь некоторые выступления, даже не рядовых, то столько же в них словах плотского и бесчувственного, сиюминутного, что только взахаешься. Да ведь и сами, пожалуй, не верят. Святых слюней не хватает на всех, чтобы равно видели за подоплекой суть». Цитата. В 1993 году во время конфликта между президентом Ельциным и Верховным Советом патриарх выступил с миротворческой миссией. В своей резиденции в Даниловом монастыре он принял представителей обоих сторон, призывая их прекратить противостояние. Во многом, благодаря усилиям патриарха, тогда удалось избежать перерастания этого конфликта в гражданскую войну. В марте 2000 года президентом России был избран Владимир Владимирович Путин. Он стал первым правителем России после императора Николая Второго открыто заявляющим о своих православных убеждениях. Обще известно, что президент Путин включает в график своих визитов по стране и за убежом посещения храмов и монастырей, подчеркивая, что эти посещения выходят за рамки официальных и нередко носят сугубо частный характер. Побывал нынешний президент первым за всю историю России среди ее правителей и на святой горе Афон. Наконец, думаю, мы вправе назвать вещи своими именами и сказать, что именно президент России в сентябре 2003 года дал импульс к сближению двух частей русской церкви. Цитата. Мы приветствуем решение делегатов 4-го всезарубежного собора открывающие путь к скорому исцелению длительного продолжавшегося более 80-летий разделения между русской церковью в Отечестве и ее зарубежной частью. Заявил Интерфаксу в пятницу секретарь комиссии Московского Патриархата по диалогу с РПЦЗ протоиерей Николай Балашов. Он также отметил, что восстановление единства имеет огромное духовное значение для Русской Православной Церкви. Будет Едина Церковь, крепче будет Россия, где бы ни жили ее дети. Церковное единство нужно для нашего национального возрождения, для укоренения на родине тех духовных ценностей, носителями которых осознавали себя вынужденные эмигранты времен Гражданской войны, убежден собеседник агентства. По словам Оса Николая, есть еще практические и церковно-канонические вопросы, которые предстоит решить. Это относится, например, к приходам Русской Православной Церкви за границей на территории самого Московского Патриархата. Главным образом в России и на Украине. Есть также вопросы, связанные с положением отдельных священнослужителей. Цитата. Но все они могут быть разрешены в скором времени, потому что принципиальные подходы к их решению уже намечены. Отметил он. о Ю Васильево. Цитата. Есть историческая правда и в деяниях архиереев и клира Русской Зарубежной Церкви, оказавшихся на территориях государств, противников Советского Союза, как идеологических, так и военных, но живущих тогда еще в биополярном мире, расшатывая в кавычках советского монстра, они искренне верили в лучшее демократическое будущее. Какое значение придавали духовенство и верующие Московского Патриархата миссии и служении Русской Зарубежной Церкви в годы советской власти? Это «Что значило Русская Зарубежная Церковь лично для вас?» Патриарх Алексий Цитата «Русская Зарубежная Церковь сохранила в своем изгнании духовные ценности отечественной православной традиции. Нам было больно от этого. Виделось непонимание, а то и нежелание понять со стороны тех, кто все же находился не в таких тяжелых условиях. Конечно, бывало, что резкие заявления звучали и с нашей стороны. Думаю, не об этом теперь нам надо вспоминать, а как учил апостол, забывая заднее, простираться вперед к полному и окончательному единомыслию при оценке всех явлений и деятелей истории прийти трудно. Вся правда явится лишь на Божьем суде». Священномученик митрополит Кирилл в свое время предостерегал от попыток применения канонического буквализма. Он писал в 1929 году. Церковная жизнь в последние годы слагается и совершается не по буквальному смыслу канонов. Теперь нам надо не судить друг друга или целые поколения наших отцов и предшественников, а в духе Христовой любви и совместной ответственности найти дорогу к единству и общему свидетельству. А теперь страна на глазах как бы распрямляется, все более обращаясь к своим исконным православным традициям. И очень часто видим поддержку в этом отношении со стороны представителей государства, среди которых все больше верующих людей. Многолетний опыт нашего участия в межхристианских контактах приводит к скорее неутешительным выводам. Либеральные ценности, взятые на вооружение рядом протестантских общин, заслонили собой христианское понимание нравственности, привели к попранию норм священного писания и предания. о Баламанском соглашении. К сожалению, документ так и не стал для католиков препятствием для насаждения унии и продолжения экспансии на восток. Мы исходим из сохранения исторически сложившейся общности епархий, приходов, монастырей русской зарубежной церкви в качестве самоуправляемой части единой поместной русской церкви. Именно так русская православная церковь за границей сама себя определяла на протяжении десятилетий. Только раньше этот статус описывался как временный до падения безбожной власти в России. Если архиереи русской зарубежной церкви становятся членами архиерейского собора московского патриархата, то естественно, что будет происходить и предусмотренное канонами утверждение их избрания священным синодом патриархата, хотя само избрание будет совершаться по-прежнему собором русской зарубежной церкви. Что же касается и то же касается и избрания первого иерарха. Возникающую ситуацию, когда за границей России кое-где будут на одной территории существовать параллельно епархии и приходы русской зарубежной церкви с епархиями и приходами непосредственно входящими в московский патриархат нельзя назвать вполне нормальной и соответствующей каноном. Однако она сложилась в ходе весьма долгой истории и нельзя ее искусственно изменить в краткий срок. Однако мы надеемся, что в дальнейшем по мере развития сотрудничества, сослужения, взаимного общения сама жизнь приведет к тому, что эти епархии и приходы сольются. Однако как сроки, так и форму этого единства трудно сейчас определить. Оставим это промыслу Божию. Что касается былых споров и конфликтов, считаю, не следует нам возвращаться к ним вновь и вновь. Надо понимать, в каком историческом контексте происходили эти события. Не хотелось бы вспоминать, но ведь из той и с другой стороны звучали жесткие обвинения. Вплоть до того, что за границей, например, говорили, будто церковь в России не имеет благодати. Таинства в ней, если и совершаются, то только в отдельных случаях, в отдельных храмах. Открытие приходов русской зарубежной церкви в пределах России, принятие в клир священнослужителей, запрещенных архиереями московского патриархата, утверждение, что наши иерархи будто бы публично проповедуют ересь, и поэтому можно не обращать внимания на налагаемые ими канонические поищения, вот та атмосфера, в которой, увы, было трудно строить нормальные отношения. Алексий Второй, цитата, декларация декларация митрополита Сергия в целом ушла в прошлое, и мы не руководствуемся ею. Галатам 2.18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Иакова 2.9 Но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте, и перед законом оказываетесь преступниками. Жизнь или смерть необходимый выбор, он много чаще прямо предстоит. Должна быть четкость мяса или рыба, добиться мщения или тот час простить. Все в нашей полной нераздельной власти склониться к Богу или к сатане, обидевшие в конце убит или обласкан прощать обиды или в них коснеть. Все надвое, где свет, а где то тьма, напротив смеха слезы и рыдания, что в замыслах готовимся поймать, тем обожжем, а может и одарим, и от всего последствия взойдут и повлекут налево и направо, нам предстоит еще предстать на суд и следовать, за что приняли раны, за неуступчивость, гневливость, то есть месть, а может все имеющий к отмщению простил и изгнан из родимых мест, и киллеры во след рычат ищейкой, Христос есть жизнь, Евангелие дал, живущий по нему избегнет смерти, здесь милость есть великий капитал, в лучах нетления все выгоды померкнут, встающие поздно хуже мертвеца, от тунеядства горечи полынной, там свету доброты не принято мерцать, сгореть так просто с мягкой периной, жизнь или смерть приходят через книги, из телевизора и наших разговоров, чего же на молитве мы достигли, воркует голубь или каркнет ворон, открытым оком на себя смотри, во имя Божие сверяй свои поступки жизнь многораундный боксерский ринг борьба за вечность здесь сплошные сутки 16 августа 2006 год Игнатий Лапкин на мой день рождения написано было 16 августа 20 1 2 2 2 2 2 3 4 4 6 6 Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Объединение», том 17, вопрос 3135. В чем же смысл соединения? Кому оно более нужно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В мире все надвое, и разъединение не всегда худо, и объединение не всегда благо. Римляна 15,5. Бог же терпения и утешения додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. То только по Библии мы можем быть едины. Римлянам 12,16. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Второе Коринфянам 13,11. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Святой Иоанн в 1938 году видел большие возможности для миссионерства в нашем рассеянии. Архиепископ Аверкий же говорил о необходимости прежде всего внутреннего миссионерства. Когда появилась возможность ехать туда и свободно там работать на благо церкви и народа, то так поступили считанные единицы. В тысячу раз больше людей переместилось из России на запад. Трудности руководства Московской Патриархии по успокоению жизни своего лондонского прихода по кончине митрополита Антония Сурожского являются наглядной иллюстрацией. Нежелательно ни нам, ни Российской Церкви умножать такие случаи. Наши наставники ценили Богом данную возможность изжить те черты церковной жизни до революционного синодального периода, которые не могли не выглядеть жалко и комично в условиях эмиграции. Всякую помпезность в богослужебном обиходе, в отношениях духовенства эмирян с архипастырями пришлось отложить. Строгий тон монастырей зарубежья, в особенности Свято-Троицкого монастыря и семинарий под водительством архиепископа Виталия Максименко, отражался на характере приходской жизни через молодых пастырей. Говоря о хранении веры и жизни православной в ее проявлениях, наши руководители имели в виду держание того уклада церковной жизни, который выковало покаянное осознание тех, кто оплакивал ушедшую родину на реках Вавилонских. Мы ищем свидетельства православных богомольцев и духовенства российского о том, что у нас архиерея гораздо более доступна, чем российский, и наша епархиальная и приходская жизнь гораздо ближе к понятию «соборная», чем в России. Это происходит от того, что зарубежная церковь, несмотря на всяческие искушения и допущенные ошибки, не потеряла ориентира на Всероссийский собор 1917-1918 годов и его указания об устроении церковной жизни. Мы храним уставы не как мертвую букву, но стараемся жить по ним. Как секретарю епархиального совета Австралийско-Новозеландской епархии, мне посчастливилось принимать участие с 1992 года в процессе упорядочивания имущественной регистрации нашей епархии через акт парламента. Беречь и дорожить церковным единством, чувствуя себя частью живой Вселенской Церкви Христовой, и достойно нести в ней знамя Русской Церкви. Избегать, где можно, самоизоляции, ибо дух церкви объединяющий, а не разделяющий. Не искать еретиков там, где их может быть и нет, боясь всякого преувеличения в этом направлении. Архипастыри решали трудные вопросы именно по свято-отеческой триединой формуле – каноны, Евангелие, Любовь. Эмиграция не была однородна. Она отражала в меньшем масштабе все то, что существовало в жизни дореволюционной России. Все каноны содержатся в Евангелии, и все Евангелие в одном слове – Любовь. 1 Коринфянам 11.19 Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. С патриаршами лучше не знаться. Они тут же тебя оплюют. 3 Ездры 16.70 Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они по смеянию, по ношению и по пранию. Сирахова 25.1.2 Тремя я украсилась и стала прекрасную пред Господом и людьми. Это единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена, и муж, согласно живущие между собою. 4 Ездры 16.70 Что пользы от того, что ты Сократ, по мудрости превыше Соломона, но по Евангелию ты проиграл сто крат непроходимость по святым канонам. 4 Ездры 16.70 5 Ездры 16.70 5 Ездры 16.70 Быть плодоносным деревом, кустом, дожди спрашивая, наливаясь соком, из дерева мог домом стать мостом. Быть не корягой, а сосной высокой, голодных столько на моем пути, больных, осиротевших и ничейных, лекарством к прокаженному пройти, кому-то на растопку в радость щепкой. Заботы мелкие, но от меня зависит, христовым именем творить, не захлебнуться, быть в литургии виноградной кистью, и леем стать свидетелем Иисуса. 7 августа 2006 год, Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 17. Вопрос 3140. Можно ли верить тому, что говорят члены согласительной комиссии, что, дескать, все остается так же, и никто ни на что из патриархии не посягает? Кто уже сегодня благоразумно не верит патриаршам-сергианцам-обманщикам? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Верить можно всему, но цена этой веры не более нуля. Это решение собора о единой чаше. Поверьте, есть только хитрая затравка. За ней пойдут другие претензии и другие заседания. Алчность власти пределов не знает. А то, что сказал член какой-то, то на него исцелаться неприлично. Его в счет, как разовую пешку, никто и не брал во внимание сначала. Мавр сделал свое дело. Если бы это слово было от неумирающего человека, и потом бы ему за эти слова, не исполняющиеся, заливали бы олова, раскаленное в глотку, и его детей с ним в один шатер к дофану столкнули, О, тут он бы свои слова дезавуировал бы в два счета. В пепле и прахе раскаялся бы, что лопотал, не знамо что. Простите, братья и сестры. Протоиерей Александр Лебедев. Цитата. Мы, пояснил он, подводим как бы итоги прошедших 80 лет нашего существования за границей и готовимся к тому моменту, когда русская церковь опять может быть единой. Кавычки закрыты. Русская церковь за границей окормляла беженцев и строила храмы во всем зарубежье. Некоторые люди, цитата, никак не могут отойти от прежних позиций времени противостояния, не желают понять, что сейчас наступило другое время. Время примирения и прекращения вражды. По мнению отца Александра, цитата. Сейчас за границей большинство священнослужителей и мирян считают, что необходимо влиться в процесс возрождения России, а для этого необходимо, чтобы было церковное единство. Мы будем продолжать существовать так, как мы сейчас существуем, с полным самоуправлением. То есть у нас будет свой архиерейский собор, свой архиерейский сенат, свои руководственные правила. Мы сохраним полный наш состав приходов в монастырии, семинарии, епархий. И во всех вопросах административных, хозяйственных, кадровых, имущественных мы будем иметь полное самоуправление. В настоящее время у РПЦЗ есть примерно 400 приходов, а число прихожан составляет от 40 тысяч до 100 тысяч верующих, сообщил отец Александр. Это число кажется очень небольшим по сравнению с московской патриархией, отметил он. Но надо учесть, что РПЦЗ существует в неправославных странах и ведет просвещение местного населения. Во всех местах, где есть РПЦЗ, есть люди, которые переходят в православие. И в Германии, и во Франции, и в США. Так, на территории Соединенных Штатов, где у РПЦЗ примерно 200 приходов, приблизительно 70 из них состоят главным образом из американцев и окормляются священниками-американцами, которые пришли в православие. Все наши большие приходы растут, сильно выросли за последние годы наши школы, и число верующих постоянно увеличивается. Главным образом это происходит за счет тех, кто недавно выехали из России. Цитата «Наибольшую неготовность к примирению выразили делегаты с Украины, от Одесской епархии РПЦЗ, в числе которых и американский посол Джон Хербст. Однако и они в мирном духе, царящем на Соборе, обсуждают этот вопрос с горячими сторонниками объединения. Перед началом Собора некоторые эксперты отмечали, что против воссоединения могут быть настроены не архиереи, которым предстоит принимать окончательное решение по этому вопросу, а именно значительная часть священников и мирян, десятилетиями живших противостоянием Москве и московскому патриархату. Однако, судя по высказываниям делегатов, эти опасения не оправдываются. «Можно быть русским и оставаться православным, и не принадлежать к московской патриархии», говорит один из иерархов зарубежной церкви. «Если бы мы сейчас объединились с Москвой, то мы предали бы наших братьев, доверившихся нам. Это было бы актом самоупразднения нашей церкви, иначе говоря, самоубийством. Что же мы получили бы взамен? Решительно ничего. Если будет не одна, а две независимых русских церкви, то что в этом плохого?» 8 мая 2006 год, в Сан-Франциско. Епископ Гавриил утверждает, что в отношении объединения паства за рубежом делится примерно на три части. Цитата. «Меньшая часть наотрез отказывается от любого сближения, не готова и не желает общения или объединения», подчеркнув он. Оставшиеся две части состоят из тех, кто желает объединения и готов к нему, и тех, кто не готов. Я не берусь сказать, какой процент за и какой против. Мое личное мнение, сложившееся после посещения многих епархий, заключается в том, что большая часть нашей паства все-таки пока не готова к объединению, а особенно к какому-то подчинению московской патриархии. Как вариант, возможно молитвенное общение при полном преодолении существующих проблем. То есть, мы останемся совершенно независимой, автономной церковью, которой мы были все эти годы. Но мы можем служить, молиться в храмах московской патриархии, а они у нас. Епископ Гавриил считает, что представители всех волн эмиграции все еще с большим опасением относятся как к российскому государству, так и, как им кажется, к продолжающемуся сотрудничеству церкви с государством. Многие считают, утверждает он, что время для объединения еще не пришло. Понятно, нельзя все измерить за год или два, но после Пучча уже прошло 15 лет, а в России еще много советского. Русские эмигранты не могут понять, почему Ленин до сих пор лежит на Красной площади, почему его не захоронили, и почему церковь об этом молчит. Епископ Гавриил считает, что Собор созывается для обсуждения вопроса о нормализации отношений между двумя церквами, для возможности высказать разные точки зрения по этому вопросу. Цитата. «Даже если будет принято решение о том, что мы пока не готовы к объединению, это не означает, что мы не желаем объединения русских православных церквей», – заявил он. «Но мы должны убедить свою паству, что есть признаки перемен, что время для этого наступило». 4 мая 2006 год. Нью-Йорк. Преосвященный епископ Таврический и Одесский Агафангел сказал, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата и Русская Православная Церковь за границей – это институты, устроенные по-разному. Священноначалье РПЦ МП продолжает исповедовать сергианство и экуменизм. Нельзя подчиниться такому руководству и не следует включать в резолюцию обещание, что акт о каноническом общении будет принят. Преосвященный епископ Манхэттенский Гавриил сказал, что архипастыри и пастыри РПЦЗ должны прежде всего позаботиться о своей пастве и сделать все от себя зависящее, чтобы избежать разделения. Он напомнил, что значительная часть паства и монашествующих считает, что РПЦЗ спешит с примирением. Марк, цитата, «Почему же мысль о сближении с Церковью в России вызывает у многих чад нашей Церкви такое волнение и смущение?» Главных причин здесь, на наш взгляд, всего две. Страх и недоверие. Страх перед переменами в нашей жизни, которые, тем не менее, неизбежно наступят. Согласимся ли мы на сближение или же откажемся от него? И недоверие к партнерам по переговорам. Многие просто не верят иерархам Московской Патриархии, в советское время так или иначе сотрудничавшим с советской властью. Не верят, что они станут соблюдать подписанные соглашения. Ведь в советское время подобные документы никогда не гарантировали соблюдение договоренностей. Многим просто несимпатичны те или иные личности в руководстве Московской Патриархии. После перерыва Высокопреосвященнейший митрополит Лавр благословил огласить обращение сестер Богородицы Лестнинской обители во Франции. В обращении было высказано огорчение по поводу того, что женское монашество не представлено на соборе и содержались в просьбе не форсировать процесс примирения с РПЦ МП. Наша надежда только на Бога, что Он сделает так, как Его святой воле угодно, и Он может разрушить замыслы фарисеев. Иова 5.12 Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Иезекиил 11.13 И пал я на лицо, и возопил громким голосом и сказал, «О Господи Боже, неужели Ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» Нам говорят, что человек есть зверь, коварный, хитрый, страшно кровожадный, и прежде чем довериться, семь раз отмерь, не оказаться бы к стене прижатым. Из века в век во все тысячелетия проходят войны, человек звереет, от горя матери в рыданиях ослепнут, у каждого свое по силам бремя. Так Бог устроил, не избыть нам бед, нас окружают наваждения, страсти, коттеджи и дворцы, могильный склеп, гнездится горе там и тысячи несчастей. Когда душа к Иисусу обратится, оставит прежнее безбожное житье, и склонится в раскаяние низко, лицо и грудь рыданиями зальет, родится свыше падшая душа, заблеет вместо воя и рычанья, из Библии в руках начнешь дела свершать, какие даже и во сне не чаял, преобразить звериную натуру репрессии не смогут, но только иегова. Без Бога колются, и пьют, и курят, жрут человечину и забивают кровью. Такими были многие из нас, О чём и говорить прилюдно стыдно, терзала из подваль любимейшая страсть, и в пост вкушали явно не акриды. Зверинец, а не дом, ушёл давно на слом, с тех пор, как повстречался с Иисусом, приютом странников отныне стал садом, на проповедь воздвигся прежний инок суслик, всё лучшее от них к нам перешло, от льва бесстрашие и от орла паренье. Спасателем на море стал прежний кошелот, горсть сажи пачкающей превратилась в кремень. 12 мая 2006 год, Игнатий Лапкин! Так, тут просится кто-то принять. Олег Онищенко. Так ходят, и спр Schlussцов. Нач unintentionals превратилась, ложатую мелкая делается очень дarnемок cu Олега Онищенко-Валь знаешь из Козельска, нет? Что-то вроде знакомые, не знаешь? Он присоединился. Олег Онищенко, вы слышите нас? Я сейчас буду начитывать материалы из книги «Открытым оком». Вы, пожалуйста, микрофон не включайте. Просто можете услышать. Доброго здоровья, тебя слышу. Не ожидал, что сейчас занятия нет? У нас сейчас не занятия. Я начитывать буду книги «Открытым оком». У нас не занятия. Сейчас у нас утро в Барнауле, 7 утра. И я начитываю книги Игнатия Тихоновича Лапкина «Открытым оком». И в прямом эфире ВКонтакте идет, и запись идет. Вы, пожалуйста, микрофон не включайте, чтобы мне потом не редактировать запись. Хорошо? Просто слушайте. Да, да, да. Хорошо. Вот. Если надо, просто выключайте. Или, может, сейчас не включать? У меня все равно света нет. А то все спят, я в темноте сижу. Видео можете не включать. Просто выключите микрофон, потому что будет запись идти, чтобы не мешать записи. И не включайте микрофон, пока я не начитаю. Вот. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 17. Вопрос 3142. Прошел собор зарубежный. Уже он вошел в историю. Что же историки говорят о нем? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Я уже говорил не раз, что историки только те, кто знает Библию. А сегодняшние историки, да еще если они и писатели к тому же, то любят обильно поговорить. Но могут видеть только, может быть, через свой слабенький опыт о невосвете Библии. Не хочется даже и комментировать их, а просто выделяю некоторые их мысли. А вы уж догадаетесь, для чего я это сделал. Вот рассуждение историка и даже вроде бы писателя Михаила Назарова. Цитата. В 20 веке русскому зарубежью было суждено стать передовым дозором нашего народа. Выброшенным историческим катаклизмом на вершину горы, с которой открывался взор на, цитата, «все царства мира сего», точнее на идущую в мире непрерывную мировую войну между историческими силами Бога и силами сатаны. На основании этого опыта русская зарубежная церковь всегда давала откровенный и точный духовный ответ в масштабе оценки всемирного предапокалиптистического развития его действующих сил в России и мире. Кавычки закрыты. В судьбоносные времена для этого созывались всезарубежные соборы, когда требовалось дать соборный церковный ответ на вопрос, как жить дальше в соответствии с Божьим замыслом, как выполнять миссию нашей Церкви и всего русского зарубежья в меняющемся мире. В сущности, Четвертый собор нельзя считать настоящим, ибо он созывался его организаторами с целенаправленным отбором участников для чисто декоративного назначения, легитимировать документы о соединении РПЦЗ и МП, выработанные согласительными комиссиями. Члены нашей Церкви, не согласные с такими согласительными компромиссами, были отстранены от участия в соборе, не были оглашены соответствующие обращения епископа Даниила Ирийского, решившего бойкотировать собор по причине, что решения предопределены заранее. Сестричество Леснинского Свято-Богородицкого монастыря во Франции, призыв общества о ревнителе памяти блаженнейшего митрополита Антония Храповицкого, подписанной тысячью двустами прихожанами РПЦЗА границей и другие протесты. Высказана лишь, цитата, надежда, что благоприятное для сего время будет восстановлено на основе Христовой истины «Единство в Русской Церкви, открывающее нам возможность служить вместе и причащаться от единой чаши». Таким образом, собор счел данное время неблагоприятным для установления единства на основе Христовой истины. Собор выразил надежду, что, цитата, грядущий поместный собор Единой Русской Церкви урегулирует и остающиеся неразрешенными церковные вопросы. Этим собор признал существование и других неразрешенных вопросов, вновь проигнорировав результаты деятельности согласительных комиссий по этим якобы решенным вопросам, фактически не признав его. К единственному текстуальному успеху организаторов следует отнести двусмысленную фразу данной резолюции, цитата, «Как верные чада Святой Церкви будем преклоняться воле Божией и подчиняться решениям предстоящего архиерейского собора». Но даже из этой фразы все-таки возникает вопрос, кому следует подчиняться прежде, воле Божией или решениям архиерейского собора. «Получается, что навязываемое нашими архиереями соединение считаем невозможным на основе Христовой истины, тем не менее, даже их возможному неистинному решению подчинимся?» К сожалению, эти важнейшие вопросы на 4-м всезарубежном соборе не обсуждались. Многие выступавшие повторяли избитый тезис, что раз коммунистическая власть пала, то власть уже не безбожная и не антихристианская, поскольку при ней, цитата, «восстанавливаются храмы». Но ведь и антихрист воссялит в восстановленном храме, где его будет восславлять церковь блудница. Архиепископ Марк после исторической встречи с президентом Российской Федерации Путиным в сентябре 2003 года в Нью-Йорке назвал его «православным президентом», не посмотрев свою оценку даже после того, как ему были предоставлены многочисленные факты. Не пересмотрев. Благодарю. Так, заново. Архиепископ Марк после исторической встречи с президентом Российской Федерации Путиным в сентябре 2003 года в Нью-Йорке назвал его «православным президентом», не пересмотрев свою оценку даже после того, как ему были предоставлены многочисленные факты высказываний и действий Путина, вопиющие, свидетельствующие об обратном. Они предпочитают верить президенту Путину и митрополиту Гундяеву, которого еще три года назад тот же владыка Марк называл мошенником, грабителем и кощунником. Вряд ли с тех пор изменился митрополит Кирилл. Изменился архиепископ Марк. Итак, что касается 4-го всезарубежного собора, для таких случаев есть пословица «Гора родила мышь». Тем не менее, сторонники объединения стараются сделать хорошую мину при плохой игре и надуть мышь до размеров слона. В ведущих российских СМИ, в том числе в патриархийных, сразу же было объявлено о достигнутом объединении. Причем это единство в заключительном послании архиерейского собора к боголюбивой пастве от 6-го по новому стилю 19-го мая 2006-го года трактуется как неотлагательное цитата «опираясь на поддержку 4-го всезарубежного собора и выражая его единодушное желание дело единения церкви русской мы намерены совершать неотлагательно по мере удовлетворительного взаимоприемлемого решения остающихся проблем». Они известны и четко сформулированы. Новых претензий выставлять мы не имеем намерения. это значит что помимо достигнутых цитата «удовлетворительных взаимоприемлемых согласительных документов никаких иных вариантов цитата «соединения в истине» от наших архиереев ждать и не приходится. Наши архипастыри призывают нас прихожан цитата «поступать достойно звания в которое вы призваны». Именно поэтому мы не можем согласиться с тем что курс на цитата «удовлетворительное взаимоприемлемое соединение трактуется как цитата «богоугодное дело». Верность Духу Евангелия Святых Отцов Канонов Церковных Воли Божьей. Архиереи призывают нас «Услышим же Христа говорящего нам что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего а бревна в твоем глазе не чувствуешь» Матфея 7.3 «И поступим по апостольскому указанию носите времена друг друга и таким образом исполните закон Христов» Галатам 6.2 «Но разве Христос учил соглашаться с награждением церковными орденами царя Ирода как ныне Ельцина министра порнокультуры Швыдко или тех кому сказал «Ваш отец дьявол» как ныне наградили Равина Шнайра «Разве святые отцы учили благословять лже Дмитрия» Руководители МП сразу взялись благословять криминальную нелегитимную власть расстрелявшую в 1993 году парламент пытавшийся остановить разграбление государства по законам Шулхана Руха О таких клириках перешедших в РПЦЗ с верою в ее бескомпромиссное служение архиепископ Марк теперь огульно заявил в своем докладе на соборе что принятием их зарубежники цитата способствовали раздиранию и без того истезуемого тела Русской Православной Церкви наша Церковь нанесла огромную рану телу Русской Церкви цитата путь путь к этому собору путь единения а не полемических споров ибо если между вами зависть споры и разногласия то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете 1 Каинфинам 3.3 итак обращаемся мы к нашей дорогой пастве с молитвенным призывом отложить споры и разногласия и влиться в спасительное делание восстановления единства Русской Церкви как говорит царь Соломон ненависть возбуждает раздоры но любовь покрывает все грехи притча 10.12 значит споры и разногласия по данному церковному вопросу могут быть только из-за плотских страстей и ненависти а из желания отстоять истину не могут значит грехи покрываются не покаянием а любовным заметанием их под ковер согласительными комиссиями кто-то из святых отцов говорил что истина без любви может уклоняться в жестокость и слевой фанатизм но любовь без истины тоже слепа безответственно и неспасительно слово божие поучает нас и о том что времена меняются всему свое время и время всякой вещи под небом экклесиастрии один было время противостояния наступило время примирения но разве слово божие христос и святые отцы учили что в одни времена нельзя примиряться со злом а в другие нужно тем более в предшествии царства антихриста секретарь по межправославным отношениям московской патриархии протеерей николай балашов комментировал это замечанием что цитата одним из условий восстановления евхаристического общения и канонического единства является решение вопроса о епархиях и приходах рпцз на канонической территории московского патриархата каким московская патриархия замышляет окончательное решение этого вопроса предвидеть нетрудно для своей окончательной легитимизации в глазах в кавычках истории и благочестивого церковного народа московской патриархии неканонично воссозданной в 1943 году необходимо полное уничтожение цитата альтернативной традиции русской зарубежной церкви и ее взгляда на церковную историю 20 века такова главная цель объединения для митрополитбюро митрополитбюро все это не может не привести к тому расколу в нынешней рпцзл против которого увещевают архиереи организаторы всезарубежного собора ибо мы грешны поверившие вам тогда и защищавшие вас от тогда еще без доказательных подозрений к сожалению оказавшихся верными не хотим умножать свои грехи еще и самым страшным непротивлением слугам антихриста попирающим истину и терзающим наше отечество очень сдержанную резолюцию всезарубежного собора от 11 мая редакция русской линии называла сомнительной и по обыкновению высокодуховно заключила что цитата силу в русской православной церкви за границей приобретают радикалы более заботящиеся о своем положении в церкви чем о спасении если вы и в самом деле патриоты неужели не видите что именно ЦРУ и мировая закулиса хотят как раз такого церковного соединения которое поглотит и уничтожит традицию и миссию русской зарубежной церкви сохранявшей должную точку отчета в постоянной мировой войны сил добра и зла что капитуляцию РПЦЗ форсировали с одной стороны возможно действительно связанные с ЦРУ 2-3 влиятельных клирика РПЦЗ если судить по их поведению в течение последних нескольких десятилетий с другой стороны засланные из Российской Федерации активные агенты влияния теперь достаточно очевидные по их плодам и что навязываемое нам капитулянское церковное в кавычках объединение является предательством здоровых церковно-патриотических сил в России именно так расценивающих навязываемую идеологию объединения ибо без четкого духовного водительства патриотическое движение не сможет получить Божью помощь и превратиться в значимую силу способную послужить замыслу Божию о России в наше небывало трудное время конец цитаты и далее ремарка на том же сайте от иных цитата что же делать да то же что и раньше в меру своих сил бороться с апостасией стоя на защите святынь веры и чистоты церковного вероучения в меру сил сопротивляться теплохладным вероотступникам в меру сил обличать метрофорных волков в овечьих шкурах в какой бы юрисдикции они ни находились и крепить единство ревнителей православного благочестия тоже невзирая на искусственные границы юрисдикции молиться каяться надеяться и верить так победим конец цитаты Игнатий Лапкин взгляните пристальнее на выделенные слова в них и боль и непонимание происходящего и боязнь утонуть в забвении вот что было в России двоеточие второзаконие 21 18 21 если у кого будет сын буйный и непокорный не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей и они наказывали его но он не слушает их тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти и так истреби злое среди себя и все израильтяне услышат и убоятся вы посмотрите на фотографии с собора и на то что видите в храмах московской патриархии это же все один к одному те же бритые физиономии и в масонских галстуках и то же обряда верия и то же незнание писания даже и приводят места из Библии но настолько неуклюже и самозабвенно пристрастно к своим заблуждениям что уж лучше бы цитировали Игнатия Бринчанинова о монашестве или Григория Палому об энергиях Иеремии 6.29 Раздувальный мех обгорел свинец истлел от огня плавильщик плавил напрасно ибо злые не отделились Иеремии 46.11 Напрасно ты будешь умножать врачества нет для тебя исцеления Исайя 26.8 И на пути судов твоих Господи мы уповали на тебя к имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша Хоть тяжело утрами не вставать Хоть простите Хоть тяжело утрами мне вставать Спина болит и сердце часто ноет Но я себе пытаюсь доказать Что жизнь моя еще чего-то стоит Уже в пенсионерах состою Но не забыл я молодости танцы порою песни юности пою и русские старинные романсы с охотою как прежде я дружу хоть нет уже давно той прежней мочи а путь мой по которому хожу становится короче и короче и спорт не забываю я пока как зритель не могу стоять в сторонке опять достал я лыжи с чердака готовлюсь помаленьку к лыжной гонке пытаюсь к экстрасенсам не ходить а превозмочь и немощь и усталость не проскрепеть а по-людски прожить те годы что еще прожить осталось мне помогает в этом божий храм там оставляю немощи тревогу когда молюсь иконом и крестам и возношу хвалу усердно Богу это стихотворение Аксенова а потом добавил дальше вот это вы теперь пошли да его назови Аксенов Виталий Николаевич Аксенов Виталий Николаевич продолжение Игнатия Лапкина конечно храм иконы и кресты не есть евангельская вера а прелюдия к Христу и не пускаться на распыл что по привычке с юности мы любим с утра пораньше позабыв про старость в молитве благодарность умножая воспоминания отнюдь не ударяйся хотя и сладостно поры беспутной жала дай дай божий сил другим благовестить твою любовь голговскую восславить жизнь посади закончим здесь гостить мои дорожки вещи остаются с вами 21 мая 2006 год Игнатий Лапкин хорошо закончили так ну что братья все на сегодня однако спаси Христос Богом христос 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 силь opini decis конış motion боль